Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня среда, и за богослужением читается Евангелие от Луки. Первые 15 стихов 4 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Он, а возвратися Иисус, исполн Духа Святого от Иордана, и ведяшеся Духом в пустыню, дни четыре десяти скушаем от дьявола, и неясниче сожива дни тыя, и скончавшимся им посреди взалка, и речей ему дьявол, ащи сын Иисии Божий, рцы камень и висему, да будет хлеб. И отвечая Иисус к нему глаголя, писано есть, як не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе Божии. И возвет его дьявол на гору высоко показу, а ему вся царствие вселенная в часе времени. И речи ему дьявол, тебе дам власть сию всю и славу их. Я ко мне предана есть, и ему же ащи хащу дамью, ты уба ащи поклонишься предо мною, будут тебе вся. И отвечав речи ему, Иисус, иди за мною, сатана, писано есть, поклонишься Господу Богу твоему, и тому единому послужиши. И ведей его в Иерусалим, и поставя его на крыле церковнем, и речей ему, ащи сын Иисии Божий, верзися отсюда долу, писано бы есть, я ко ангелам своим заповесь, о тебе сохраните тебя, и на руках возмутя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. И отвечав речи ему, Иисус, я ко рече наесть, не искусишь и Господа Бога твоего, и скончав все искушения дьявол, отыдя от негода времени, и возвратися, Иисус, в силе духовней в Галилею, и вести, зыди по всей стране о нем, и тою чашина сонмищих их славим всеми. Предлагаю прочитать вместе этот текст в русском переводе. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взолкал. И сказал ему дьявол, «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана». Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, сохранит тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в сире Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. После крещения Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился у Теордана и поведен был Духом в пустыню. По воле Бога, для проверки истинности Его веры и преданности. Пользуясь удобным для искушения временем, когда Иисус взалкал после сорокодневного поста, «Сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Но Христос отверг этот лукавый совет словами Моисея, сказанными относительно Манны, которой сорок лет Бог питал народ свой в пустыне. «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Под словом «здесь» надо понимать благую волю Божию, промышляющую о человеке. Архиепископ Оверкий Таушев замечает, «Господь творил чудеса для удовлетворения нужд других, а не своих собственных. Если бы Он при всех своих страданиях, вместо того, чтобы терпеть их, прибегал к своей божественной власти, Он не мог бы быть примером для нас. Повторяя часто это чудо, Он мог бы увлечь за собой всех людей, требовавших тогда хлеба и зрелищ. Но эти люди не были бы надежны для свободного Царства Божия. Цель Его была та, чтобы люди свободно шли за Ним, по слову Его, но не как рабы, увлекаемые легкостью обладания земными благами». Потерпев поражение при первом искушении и приступая ко второму, дьявол развернул перед взором Христа картину всех царств земли и сказал, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И это было прямым предложением восстать против Бога и стать на сторону сатаны, воздавая ему почести, какие воздавали вассалы своему господину. Александр Павлович Лопухин замечает, что вследствие грехопадения людей мир действительно подчинился власти дьявола, в том, конечно, смысле, что дьявол увлекает людей в свои сети и ведет их своими путями. Он может, следовательно, направить их и ко Христу, если захочет. Но, конечно, сущая неправда, будто бы эта власть передана ему, конечно, Богом. Он, если и владеет людьми, то только в силу своей хитрости и коварства. Единый же владыка всего – Бог. Но в ответ Христос сказал, «Отойди от меня, сатана!» Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служим». Господь цитирует слова, некогда обращенные к народу Израиля в пустыне. «Господа Бога твоего бойся, и ему одному служи». Тем самым Спаситель указал на то, что он не признает власти сатаны над миром, потому что вселенная принадлежит Господу Богу, и ему единому подобает на ней поклонение. «Искушая Христа в третий раз, дьявол сказал, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Конечно, путь, на котором человек пытается привлечь на свою сторону людей, обещая им чудеса, ведет в никуда, потому что нужно совершать все новые и более невероятные вещи, чтобы сохранить свою власть и силу. А потому Христос величественно отразил и это нападение словами сказано «Не искушай Господа Бога твоего». Таким образом, отказавшись подвергать Бога испытанию, он показал, что вера не ищет доказательств, но полагается на спасительную силу Божию. Как часто и нас в трудные минуты жизни искушает дьявол, стремясь сбить с истинного пути и тем самым разорвать живую связь с Богом. Нам же, дорогие братья и сестры, следует отражать эти нападки, всегда обращаясь к тому, кто мог достойно противостоять дьяволу, открывая и нам путь ко спасению. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, Благослови, Неси Господи, 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 Благослови, Неси Господи,